ИМИШИНС G420 является бюджетным ноутбуком, однако он оснащен дисплеем с диагональю 17 дюймов, что редко встречается в данном классе. Как правило, недорогие ноутбуки комплектуются меньшими экранами, что делает ИМИШИНС G420 более универсальным решением, ориентированным на настольное применение. Как и многие недорогие компьютеры, этот оснащен одноядерным процессором, интегрированной графической системой и имеет ограниченную функциональность. При этом, главными преимущественными данного ноутбука остается весьма демократичная цена. Скромная комплектация ИМИШИНС G420 не стала неожиданностью. В коробке с ноутбуком поставляется шестиячечная батарея тонкостью 4400 мАч, зарядное устройство, документация и диск с программным обеспечением. Наличие диска для этого компьютера особенно важно, так как модель поставляется с операционной системой Linux и при установке Windows пользователю придется самостоятельно устанавливать драйвера. Модель имеет достаточно большие габариты и весит 3,8 кг. Этот фактор вносит некоторые ограничения в возможность по транспортировке компьютера. Так как ноутбук позиционируется как одно из наиболее доступных решений на рынке, его дизайн очень скромный. Темный матовый пластик использовался для отделки всех поверхностей корпуса. Стоит отметить достаточно высокое качество сборки компьютера. Модель выглядит прочной, а панели корпуса не прогибаются даже при сильном нажатии. Дисплей удерживают два массивных шарнира, которые прочно фиксируют матрицу под любым углом. В закрытом состоянии крышка дополнительно удерживается со щелкой. Дисплей с диагональю 17 дюймов и глянцевым покрытием имеет разрешение 1440 на 900 пикселей. Нам понравилось качество изображения и то, что уровень яркости картинки довольно высокий. Над экраном установлен объектив 0,3 мегапиксельной камеры, а также отверстие встроенного микрофона. E-Machines G420 оснащен полноценной клавиатурой с блоком цифровых кнопок. Над раскладкой находится декоративная решетка, за которой скрываются встроенные динамики. А в правом верхнем углу рабочей панели установлена клавиша активации Wi-Fi. Довольно крупный тачпад немного смещен влево и расположен непосредственно под клавишей пробел. В правой части сенсорного поля находится область вертикальной прокрутки. Управляющие клавиши разделены и нажимаются очень плавно. Ноутбук порадовал тихой работой и незначительным уровнем тепловыделения. Решетка системы охлаждения находится на задней грани ноутбука. E-Machines G420 построен на платформе от AMD и оснащен процессором AMD Sympron SI42 с частотой 2,1 ГГц. Стандартный объем оперативной памяти составляет 2 ГБ, а емкость винчестера 250 ГБ. В производительности интегрированного видеоадаптера NVIDIA GeForce 9100MG достаточно для выполнения всех базовых задач. Модель поставляется с операционной системой Linux, но никаких трудностей не возникает и при установке в Windows-листок. Тестирование в 3DMark 06 показало 825 баллов, а в PCMark 05 компьютер набрал 3520 пунктов. Это неплохие результаты для бюджетного ноутбука. Модель стоит менее 550 долларов и на нее распространяется годичная гарантия. Функциональность ноутбука также полностью обусловлена его позиционированием. На правой грани E-Machines G420 установлен оптический привод DVD SuperMulti, два разъема USB 2.0 и отверстие для кенсинтонского замка. А левую грань занимает видеовыход в RGA, три аудиоразъема, включая линейный вход, гнездо сетевого адаптера, розетку зарядного устройства, а также еще два интерфейса USB 2.0. Единственным недостатком функциональности компьютера можно считать отсутствие картридера. Что касается беспроводных возможностей, то модель оснащена Wi-Fi модулем стандарта 802-11BG. Благодаря невысокой цене и большому 17-дюймовому дисплею E-Machines G420 можно считать одним из лучших представителей бюджетного сегмента. Модель рассчитана на домашнее использование и большие габариты не позволяют регулярно носить ее с собой. От стандартного аккумулятора Acer E-Machines G420 проработает более двух с половиной часов, что также является хорошим показателем для столь громоздкого компьютера. К недостаткам модели можно отнести скромную функциональность, но она полностью оправдана невысокой ценой устройства.